Всем привет! Вы слышите и видите Алексея Халецкого, и у меня есть предложение поиграть в Циву, как вы на это смотрите. Я, в общем, делал рейтинг цивилизаций, и так впечатлился Австралией, и тем, что у меня на канале, оказывается, нету за неё игры, там только в самом начале, когда она вышла, по-моему, стрим был, и всё, что я решил записать, в общем-то, игру на Божестве против компьютера, показать, насколько Австралия крутая, ну и вообще, блин, я давнимка просто в Циву, Humankind вышла, я просто давно уже в Циву не играл, я реально соскучился. ФФАшечки тоже будут, вы не волнуйтесь, хочу вот на Божестве, потому что мне за Австралию не дадут в сетевой сыграть. Так вот, поставил, так, во-первых, смотрите, какие моды стоят, вот какие моды включены в этой партии, бета-баланс старт я включил для того, чтобы на более-менее равном расстоянии были цивилизации, и только благодаря ему, вот на гигантской можно 16 поставить, на самом деле можно больше поставить, но я хочу, чтобы у них одинаковые расстояния были между собой, и места более-менее хорошие именно у компьютеров. Бета-репорт-скрин, это нужно, чтобы, по-моему, Detail Map Tax работал, и, по-моему, на карточке. Значит, этот, ну это цветные исторические моменты, Community Quick User Interface, вы увидите отличия, я уже люблю с ним играть. Так вот, Extended Policy Card, это будет на карточках написано, просто чтобы вам удобнее было, я уже это все выучил, поверьте мне, а Detailed Map Tax, это эти пины, которые вы ставите на карту, тоже будут показывать более-менее соседство. Все остальные моды, это чисто на красоту, чтобы просто там великие люди настоящие были и прочее, прочее. А во-вторых, настройки карты, значит, на 16 гигантская, континенты, я считаю, что против компьютера именно на континентах круче всего играть. Ну, скорость игры сетевая, я за Mapuche попробовал стандартную, часто все-таки неохота прям постоянно на стандартные играть. Смотрите, единственное, я убрал, то есть, видите, случайные, да, но список один стоит, я убрал все недоцивилизации, по моему мнению, типа этих индейцев, вроде Кри, Mapuche, там какой-нибудь Нуби, ну, Нуби, конечно, можно считать цивилизацию, по сравнению с индейцами, ну или Горга, например, я понимаю, что это Спарта, но, блин, она не была лидером, я хочу вот настоящих лидеров, короче, таких вот основных я оставил, пускай случайное появляется. Кроме того, здесь особые условия чудеса природы, но это я просто убрал чудеса природы из бета-баланс-старта, чтобы они не мешались на... То есть, это дополнительные, нафига надо, я хочу те, которые есть в самой игре. Без любых режимов компьютер, к сожалению, не умеет с режимами играть, просто... это просто ты себе легче делаешь. Я все ищу такой наборчик, чтобы компьютер сложнее нам делал, а не легче. Вот все эти режимы, которые вы включите, вы сделаете себе легче, так что, если вы против компьютера играете, ну, может быть, ради интереса только, если, знаете, такое. Ну, и выключил варваров, потому что варвары мешаются компьютеру, а игроку помогают, так что я уверен, что таким образом станет труднее играть. Ну, и все остальное, в общем-то, стандартное, все стандартные условия. Давайте... давайте, я думаю, будет интересная партия, потому что за Австралию всегда интересно играть. Напоминаю, что спонсоры канала, по идее, все серии должны видеть в вкладке «Сообщество». Спасибо им за поддержку, кстати, благодаря им и хочется это все записывать, делать, создавать. Проверьте в вкладке «Сообщество», ну, или станьте спонсором канала, поддержите меня. Большое спасибо. И вообще, в целом, это прохождение посвящается спонсорам, которые уже больше трех лет на канале. Таких у нас шестеро. Павел Малык, Шмаль, Константин Романюк, Алексей Глебичук, Астила Серебро и Андрей Попов. Большое вам спасибо за поддержку, конечно же, всем остальным спонсорам тоже. Но эти ребята уже больше трех лет. Поехали! Я, пожалуй, не буду вдаваться в особенности цивилизации, потому что я уже делал рейтинг как раз цивилизации. Я отправляю к нему, посмотрите ссылку в описании, либо вот в верхнем, где-то вот в том... В каком... Вот там, в том вот... Это... А! В том углу, где-то должна появляться. Давайте играть, в общем-то. Врубаю свою рожу. Похожую на Лешу. И... Вперед! А! Австралия! Так, значит, сразу смотрим на престиж. Вот у нас потрясающе. Это уже плюс 3, например, вот здесь ставится. А прикиньте, здесь где-нибудь риф есть. И вот здесь уже у нас на плюс 5 кампус. Просто ничего. Вот тут притягивающий. Вот тут у нас риф. Значит, тут уже кампус на плюс 3. Кстати, а интересно работают эти метки на способность Австралии? Да, видите, плюс 3 показывает. Если я себя сюда поставлю... Ничего не показывает. Типа, она не понимает, видимо, что тут вокруг есть. Ну, в любом случае, давайте продолжать. Я думаю, нету смысла куда-то тут ходить. Отличное место. Три еды есть. Ничего не будем выделать. Единственное, что как бы... У меня, по идее, для Австралии должен быть скот и лошади где-то. А у меня тут сплошные китолени. Как-то нету вот этой способности Австралии на захват от... От пастбища. Ну, с разведчиков, конечно же, начнем. Потому что, извините... Ну, это у нас... Да. Минимальное расстояние 13 клеток. Видите, написано. Это бета-баланс старт. Опять же, что между всеми цивилизациями как минимум 13 клеток. Да, Маури я тоже выключил. Так что Маури тут не будет. Да, давайте сразу начнем с лошадей. И да, тут на еду. На бананчике. Отлично. Растем. Ходим. Исследуем мир. Будем настоящими австралийцами. Блин, что-то так... Я же стандартную поставил карту. Потому что как-то холмов... Ну, вообще, на самом деле, это Австралий. Это австралийский старт офигительный. Даже рек не надо. Все равно у нас 7 жилья. Несмотря на то, что рек нет. Ну, конечно, на побережье бы ставить. В основном. Но, в принципе, давайте вообще глянем, как тут у нас престиж выглядит. Ну, зашибись. О, вот тут. Что вот это вот? Тут, например, на плюс 5, как минимум. Если там дальше еще гор нету. Пожалуйста, кампус на плюс 5. Пишет плюс 2, не обращайте внимания. А, кстати, он тут не понимает, на самом деле. Тут он плюс 3 писал, потому что были... Был риф и тропические леса. На самом деле, он, значит, не понимает способность Австралии. Вот этот мод. На пины. На самом деле, здесь не плюс 2, и тут не плюс 2. А тут плюс 3 точно. Хотя, слушайте, может город... Кстати, тут мог снизиться престиж. Нет, не снизился. Притягивающе. Потому что мы убрали здесь тропический лес. Отсюда. Я по побережью пойду для того, чтобы... Блин, может мне оленей сразу купить? Так, 4.1, а так 5.1. Ладно, все равно пока денег нет. Что я тут размышляю? Иду по побережью, потому что мы города будем на побережье ставить. Потому что благодаря этому у нас жилье есть. Знаете, я, наверное, еще сразу посила. А может лучше... Нет, давайте воина. Знаете, с компом... С другой стороны, тут расстояние мы знаем, да? Чтобы это был старт. Расстояние-то есть. Может... Тем более, тут такой подход, я смотрю, у меня с этими... Ладно, давайте разведчика. Тут такие холмы и горы. Ну, тут жалко, конечно. Чай появился. Иначе бы... Хотя тут тоже не притягиваю... Нет, этот... Не... Потрясающе. Тут только притягивающий. Ну, в общем, уже места для районов есть. Уже с неплохим соседством. Так, ну и что, лошади? И лошадей... Ма. Кстати, вот вам пример старта Австралии без как-то скота, без пастбищ. Я могу предположить, может быть тут бета-баланс старт сыграл свою роль этот мод. Но, как бы, пока мы тут без способности... Вот без этой способности Австралии на захват от пастбищ. Я бы думал тогда, может, пантеон какой-нибудь на пастбище, например, брать. Но... Что-то нифига нету. Так, оленей мы уже сможем обработать. Давайте я вот эту уберу. Наверное, стоит мореходство. И, собственно, рабочим... Мы, наверное, оленей обработаем и две рыбы. Получается так. Давайте я очередь строителя поставлю, потом поселенца. Так, а что у нас вообще... Можно, как-то, не заходить с этим. Это Quick User Interface. Наводишь. И когда вот оранжевым, это те клетки, которые обрабатываются сейчас городом, чтобы не заходить в него денег далее. Ну, такое... Так, река нам не особо важна. Нам важны... Престижные клетки. Блин, ну вот тут жалко. Ставить слишком много гор будет в соседстве. Хотя, с другой стороны, тут еще тогда место для городов какое-то останется. Ладно, я подумаю. Сейчас соберем руинку, не волнуйтесь. Просто так обойти лучше было. О! Первым встретил Хатусу. Хорошо. Так, берем удвоенные для разведки. Как раз у нас сейчас... Ну, и вот тоже, видите, мод показывает выхлоп. И бог царь для пантеона. Я бы хотел, чтобы тут вера была. Давайте нам веру. Строитель тоже неплохо, на самом деле. И я даже, наверное, начну вот с этого оленя. Так, можно забить на этого строителя. Даже просто уберем. Сразу начинаем поселенца строить. Так, и этим скаутом тоже где-нибудь сюда пойдем. О, кстати, есть! Есть лошади! Несмотря ни на что, лошади все-таки появились. Рядышком. Ну, я так и думаю. Ну, вот тут еще какой-то скот есть. Ну, на самом деле, маловато для Австралии. Обычно у них так приличные ресурсы, на которых пастбище можно поставить. Да, и без, видите, без случайных технологий социальных политик у компьютера, очевидно, заложена какая-то программа, по каким он техам идет. И когда случайные техи ты ставишь в игре, компьютер реально тупит очень сильно по этому поводу. Так, есть еще одна руинка. Ну, надо уже подумать, конечно, где город ставить. Наверное, мне все-таки в сторону Хатусы. Ну, как видите, вот это типичные, на самом деле, стартовые места Австралии. Большое количество гор. Престиж. И тут еще, кстати, не так много, как обычно бывает. И это просто, ну... Слишком круто играть у других цивилизаций. Ладно, ладно, мы просто хорошие места. Так эти же хорошие места еще и бонусы, получается, дополнительные дают. Понимаете? Так, давайте я куплю... Блин, один ход до роста. Ладно, поберегу деньги. Вы знаете, лучше беречь. Пропущу ход. Деньги лучше беречь. На божестве. Ну, тут все вдоль побережья. Тут, если... Надо подумать насчет лояльности. Хватит ли мне лояльности удержать? Все это дело. Так, дальше я бы, конечно, гавань попытался. Но для гавани нам еще и астрологию надо открыть. Будем ли мы пытаться веру тут угнать? В принципе, если у меня будет пантеон... Если я смогу взять пантеон на соседство тропических лесов, то я бы, наверное, и веру попробовал. Большой бассейн на 10-й ход. Типичное божество, конечно. Сейчас какой-нибудь Стоун Хэнш еще на 14-й. Еще деньги. Вера, отлично. Следующим ходом пантеон. Так, я тут постою, чтобы забрать... Это у нас озеро. Чтобы забрать руинку. Вот это... Вот это приятненько. Так, теперь рабочим мы пойдем на эти две. Рыбы, чтобы ускорить навигацию по звездам. И гавани. Тут если у меня город, города на побережье, то, конечно, я буду гавани строить, а не коммерческий район. С другой стороны, коммерческие районы у нас от престижа будут получать плюсики. Так, ну что с пантеоном, давайте сразу глянем. Забрали уже. На тропические леса забрали, остались только на пустыню. И на тундру забрали. Неужели у нас в России или Канады в игре? Так, у нас тут довольно много рыбацких лодок предвидится. Можно попробовать на производство от рыбацких лодок. Кроме того, единица на болотах, оазисах и поймах крек. Так, ну вот болота у нас раз-два. Раз-два только. Ну тут еще, но это далеко. Нет, от болот не хочу. Пища и производство от лагерей. Кроме этих двух оленей где-нибудь еще будут лагеря? Тут маловато. Ну, конечно, хочется от пастбищ взять культурную сырье, что пастбища не так уж и много. Не знаю, мне почему-то хочется производства от рыбацких лодок. Блин, хотя плантаций тоже довольно много. Раз-два-три-четыре-пять. Ну, правда, не факт, что я там смогу поставить. Это культура от плантаций. Черт. Нет, не знаю, сердце лежит на производстве от рыбацких лодок. Вот как-то... Как-то вот кажется, должно хорошо быть. О, еще разведчика дали. В принципе, мне нравится. А, ну да, блин, тут же варваров нет. Я все думаю, когда карточку против варваров поставить, уже нету варваров. Вот сам ставлю эти условия, забывая о них. Давайте, наверное, все-таки по холмам возьму. Так, сюда пойдем. Ух ты, тут даже... Ну, тут вообще какой-то защищенный. Тут надо два города как-то всунуть. Давайте сразу рассмотрим это дело. Причем... Можно и без реки. Тащи, за Австралию даже выгоднее получается. Потому что у нее три жилья в прибрежных... Я имею в виду без реки, именно в прибрежных городах. То есть это вполне норм. А тут просто уберем... Да, я бы, кстати, на самом деле, за Австралию вот сюда бы город ставил. А и, соответственно, раз, два, три у нас еще вот сюда влезет. Хотя, блин, там престижная клетка как раз. Ну, наверное, все-таки сюда будем ставить. Сюда не влазит город. Три клетки между городами должно быть, так что... Ну, вот тут мне не очень, честно говоря, нравится он. Слишком много клеток с горами. Но, в принципе, в принципе, тут главное будет клетки распределить между этими городами. Чтобы они не сильно спорили друг за дружку. И вполне кайфово. Интересно, а вот к Хатусе сколько влезет? Городов. Два, три, один только. Только один, поэтому надо... Я бы, кстати, вот сюда поставил, где в третью очередь будет за... Хотя... Хотя нет, вот сюда надо ставить. Потому что... Соседство для... Для гавани здесь будет больше. Так, сюда гавань поставлю. То есть так, предварительно... Видите, плюс четыре. Плюс четыре. Да? Да, получается так. Отлично. Кстати, на океанах же нету никаких престижных клеток, да? То есть гавани вы никак за... Австралию... Крутые гавани не поставите. Так, что-то я никого не встретил. Все-таки мы слишком далеко... Друг от друга. Возможно... Я просто считаю, что надо дать компьютеру возможность развиться. Хоть как-то. Потому что... Постоянно... Ну, кто-то говорит, что типа... Сложность... Божества в том, что у компьютера в начале... Куча юнитов, и он сразу может прийти тебя убить. Так, а в чем тут сложность? Ну, отбились, молодцы. И все, и дальше сидеть? Я хочу попытаться так сделать, чтобы компьютер всю игру развивался хорошо. Понимаете? В этом идея. Так, сюда пойдем. О, Корея у меня в соседях. Кстати, это будет интересно. Это будет интересно, мне кажется. Корея в соседях. То есть она будет меня опережать по науке стопудово. Стопудово. Хотя за Австралию... Хотя за Австралию... Посмотрим. Так, ну я бы, наверное, все-таки в гавань пошел. Астрологию все равно надо открывать. Чудо я вряд ли найду. Давайте еще поселенца сразу. Что тут откладывать. Ну, мне кажется... Давайте еще посмотрим, что там. Мне кажется, вполне... Места имеются, но... Не так много. То есть меня тут Корея подселит. И я буду... Грустно сидеть и плакать. Давайте гляну, что здесь. И есть... Чай, который бы... Короче, я вот этот... Второго посела сразу сюда поведу. И надо бы чай будет выкупить. Конечно же. Какие тут горы везде. Так, интересненько. У нас уже 131 деньга. Сколько стоит строительство? 105. Давайте-ка, мастерство отложено международную торговлю. Новый континент нифига не находится. Да, тут грустный город будет. Начинаю задумываться о его целесообразности, но... Ну, а что его не ставить-то с другой стороны? Все-таки шестая цива про количество городов. Грустный, негрустный. Потом погрустим. Сначала ставим город, потом грустим. Именно в таком порядке. О, еще кто-то. Это... Ну, тут несколько вариантов. Может и Скифы, может и Испания, может и... Мали. Мали. Видите, угадал. Что-то я тут, конечно, знаю. Обратите внимание, что все лидеры в 30 фп... Не знаю, я не уверен, записывается вам или нет, но у меня тут в левом верхнем углу фпс. Все лидеры в 30 фпс показываются. В то время как сама игра 60 фпс. В первую очередь вот этих... Да, кстати, купим. Потому что у меня пантеон на рыбацкие лодки, соответственно, я отсюда и еду, и производство получаю. И в принципе, да, то, что надо у меня обрабатывается. Ух ты, слушайте, тут прям меня горами просто закрыт. То есть мне надо в первую очередь как-то вот... Блин, может мне сюда сначала пойти город поставить? Просто чтобы... Чтобы Корея... Ну, тут, видите, тут один город влазит. Так что его надо ставить. Причем... Так, а что по престижу? Вот, давайте вот на эту непрестижную... Блин, или хотя бы в лес... Жалко лес вырубать, на самом деле. Наверное, я все-таки вот сюда бы поставил. Вот сюда поставлю. Хотя это слегка жадно, честно говоря. А, и тогда у меня на озеро не влезет. Нет, нет, наверное... У меня на озеро вот сюда ставить будет город. А он только сюда влазит. Понимаете? И, собственно, это все по городам. Так что вот этот надо все-таки... Может сюда? Давайте все-таки сюда. Меня беспокоит, что тут может лояльность Кореи влиять. Но у меня такое ощущение, что вот здесь будет вряд ли нормально город кому-то поставить. Оу! Тут просто не пройти. Да, знаете, что я вот сейчас поселенца вот сюда поведу. Блин, там Малей сейчас заберет эту руинку. Так, мастерство ускорено и не открыто. Надо ли мне сейчас открывать создание строителей? Ну, антикавалерийских юнитов точно нет, но я могу заменить... Да, давайте откроем. Я могу заменить... Этот. Понтянуло, чтобы вера и золото не шли от столицы. Мне это уже не надо. Серьезно, он не взял руинку? Он просто производство ставит. Пока я этих не делаю строителей. Ну и пока удвоены все-таки юнитом разведки. Я юниты сейчас не буду строить. Здесь мы начинаем с монумента. На божестве вообще очень важно. Монумент это все лояльность. 13 ходов и у нас 8 очков. Очков. Да, слушайте, конечно, такие места интересные получились. Ну, вообще, это очень похоже на австралийские места обычные. Честно вам скажу. Международную торговлю сколько? Кстати, это неплохо в данном случае. Потому что у меня что-то очень такие большие сомнения, что я тут до какого-нибудь континента доберусь в скором времени. Так, я бы здесь скаутами контролировал наличие, отсутствие... Так, а что-то я сейчас закрыл... Я где-то руинку нашел. Нет, это я, наверное, взял вот эта руинка была. Наличие и отсутствие поселенцев корейских. Мне кажется, хатусу надо будет захватывать. Судя так. Ну, в принципе, если я успею тут заселиться, то место у меня есть. Интересно, конечно, наличие мали. Ну, то есть, немножко странновато это. Не вижу я там у него пустыни особо. Так, сила 145 у Кореи. Вот это мне уже не нравится. Пожалуй, международную торговлю поставим карточку на юниты. И вот сюда надо будет юнитов поднастроить. Тихий, слушайте, вообще это прохода. Но это прикол какой-то. Это мне напоминает недавнее видео по Age of Empires 4, где я стены строил, огораживаясь от всех. А тут природно... Да, ведь я жалею, что я сюда повел. Тут я всегда успею города поставить. Надо было... Вот вопрос разведки. Вопрос разведки. Надо было быстрее сюда идти и сюда ставить города. На самом деле. То есть, против Кореи. Stonehenge 18-й ход. Поздновато, ребята, поздновато. Обычно на 14-й на божестве. Кто-то там засиделся в девках. Извините за каламбур. Негендерно нейтральный. Как вы думаете, какова вероятность? Да, высокая вероятность, если вы же стоите, что он на меня нападет. Поведем просто сюда дуболома. Так. Тут ерзаем скаутами просто для того, чтобы следить, не появляются ли поселы. Ну и ресов, на самом деле, не так уж много. Давайте еще глянем на престиж. Как у нас тут. Вот тут, конечно, все грустно с престижем. А вот здесь зато у нас нормальные райончики встанут. После навигации по звездам пойдем в письменность. Так, и начинаем юниты строить. Я следующий уходом как раз карточку поставлю. Международная торговля и Ранняя империя. Это позитивный аспект трейд, айс. Очень мне это все начинает не нравиться, ребята. Торговый путь. Надо ли мне здесь дорогу вообще проводить? Ну, то есть я могу сейчас просто купить. Но, может, мне деньги... Ладно, куплю. Так, меняем на строительство юнитов. Здесь пока оставляем производство. Блин, а стоило, может быть, тут дорогу провести? Здесь ваншота не будет, моего скаута. Ну, вот что это за... Почему он двигает телом в мою сторону? Корея! Корея не потеряет чужих солдат на своих границах. Пошел вас немедленно. Мои войска просто идут мимо. Это вообще про кого это? Про моих скаутов? Ладно, надо занять это место. О, я нашел все-таки другой континент, но... Но открыл теху раньше, чем... Чем континент появился. Блин, а может, мне проложить торговый путь в Янсан? Ну, то есть, это как раз дорога к городу будет и деньги. Ну, вообще, деньги нормально мне сейчас идут. Лучше еда и производство пока. Для начала. Хочу писать, открыть, увидеть реально, сколько будут давать. Блин, почему он сюда лучником идет? Мне это не нравится. Можно... Можно ему сказать... У... Укади. Так, и давайте немножко воинов. С компьютером лучше перебдеть. Много раз это показывал в своих партиях. Как беда. Кстати, у меня нету... Не обработано вообще счастье нигде. Но, к сожалению... Надо бы... Вот тут янтарь. Может быть, реально рабочего купить? У меня нигде ускорить плантации. Соответственно, быстро выйти в них. А вот тут, конечно, рис, например, есть. Или здесь вот будет рис. Ну, у корей тут тоже есть. А у них как вообще между собой? Так, скорее нейтральная. А еще какая-то неизвестная цивилизация хорошая. Так, а у Кореи? У Кореи Кмали тоже не очень, между прочим. Тоже не очень, между прочим. Блин, 235, блин. Я тут поставлю город. Корея скажет, не ставьте здесь города. Я не смогу искать. Не буду встать, потому что я тут еще планирую поставить вообще что-то. Да, и в золотой век я как-то не выхожу. Надо было туда идти исследовать. Так, следующим уходом я город поставлю. Строим армию до ранней империи. Пока не смогу карточку на поселенца поставить и так далее. Ну, в принципе, у меня получается. То есть производство у меня есть. Благодаря старту. Я сейчас... У меня до ранней империи... У меня, правда, так это из-за того, что у меня культуры мало, понимаете? Может быть, стоило в столице... Монумент построить. Так, им нравится, что я друг малых цивилизаций. Отлично. Именно так я и задумывал. Эти минанки 23. Все... У компьютера все идет по плану. Так, шесть ходов. Слушайте, я могу попробовать еще корабль построить. Так. Какие у нас тут еще варианты? Может быть, кампус где-нибудь? Ну, кстати, я тут не могу пока, потому что я пока не открыл вырубку тропических лесов. Но зато вот, пожалуйста, вам на плюс пять. Видите, мод не понимает Австралию. Пишет плюс два. А тут на самом деле плюс пять, потому что престижный... Потрясающий престиж у клетки. Это плюс три. И две горы. Плюс пять. Давайте в Мельбурне глянем. Пожалуйста, плюс четыре. Ну, блин, рядом... Рядом с вулканом. В чем проблема? Нам бы посмотреть, что там за вулканом. Возможно, там где-то можно поставить неплохой... В Валансистоне. Плюс шесть. Просто. Просто плюс шесть. И, собственно, никакие-то особые для этого не нужны условия. Понимаете? Так, пять ходов до античности. Это я получу очки. Может реально корабль построить? То есть это еще плюс. Ну, явно кто-то первым построит корабль, кроме меня. То есть я не получу за первый корабль на планете. Но, в принципе, за корабль получить можно, правильно? Так, начинаем с монумента. Да, проблема у меня со счастьем. Пастбище я пока могу только на этих лошадях сделать. Но зато культурный захват произойдет. Четыре хода. А сколько у нас тут? Давайте пока так сделаем. Блин, я бы еще от одного рабочего не отказался. Йонамские горы. Это где такое? И Нактонга. Может это от Мали? Такие названия. Ну, Тамби это точно, конечно, малийские. Реки. Блин, вот эти вот юниты со всех сторон корейские, подходящие к моему городу. Какого хрена? Кстати, вообще не возмутилось, что я тут рядом город поставил. Может, это имеется в виду, когда близко к столице? Они возмущаются. Потому что, ну, это ближе к моей столице, очевидно, чем к корейской. Еще какого-нибудь встретить. Блин, недостаточно довольствия. Такая тебе проблемка. На самом деле. Потому что это потом и на лояльность будет влиять. Давайте галеру после войны. Мне что-то кажется, я все равно не успею набрать необходимое количество. Тут просто контролируем вот эти все территории. Ну, лучник и дуболом это пока не страшно. Надо все-таки сюда куда-то встать. О, так у нас скорее уже хорошее отношение. Пуф. Надо дружбу предлагать. Слабое извержение не рядом со мной. Отлично. Так. Теперь немножко попроще становится. Давайте сюда скаута поставим. И дуболома сюда. Так, а вот этого дуболома, кстати... А, но же варвара не появляется. Там никого не может быть. Можно не отправлять никого. Так. Два хода до ранней империи. Блин, мало очков. Все-таки я, наверное, не выйду в золотой век. Ну, в сетевой игре, конечно, бы я не строил столько армии. Я бы построил кампуса за Австралию на плюс 5, на плюс 6. Это вообще было бы уже очень-очень круто. Но против кампа нужна армия. Возможно, даже поэтому корея... Потому что 115-225 это рабочая схема. Перикол из Афин. Но где он? Я вот только пригласил, да? Он мне не показал, где он сам. Никаких уникальных улучшений. Кстати, где открываются эти уникальные в гильдиях скотоводческая ферма. Крутая штука. На самом деле, потому что дают и пищу, и производство. Ух ты. А Грек-то откуда-то снизу пришел? Интересно. Хочу встать вот в этих местах, где я города забил. Чтобы там никого кроме меня уже не было. Не, ну корей уже на меня не нападет. А молитсу тяжеловато идти, например. Но это, кстати, компьютеру никогда не мешало. Еще континент нашел. Да, ну короче, у меня тут скаутов много, исследовал я мало. Чисто из-за этого в золотой век не попадаю. Не трачу пока на выкуп клеток. Плюс два. Всего лишь первая моя галера. Так, ставим на поселенцев и найти опыт разведки. Я пока юниты не точно не буду строить. Так, посел. Четыре хода. Ванте сто не 11 так, ну я бы наверное скорее вниз поплыл. Блин, вот я бы сейчас рабочих купил, пожалуй. 105. Так, я тут строю рабочего. А сколько тут купить этот через три хода? Получается, я покупаю раз ход, вторым ходом меня спускаю, потом обратно. да, Пускай строится, все равно рабочий. Мне надо обработать что-то, что мне даст счастье. У меня из-за этого города не растут. Я бы на самом деле реально хатусу лупанул. Но я тогда судя по всему испорчу отношения с Грец скорее. Блин, три очка всего, да? Три очка не хватает до вон ГГшка, но это меня очков не даст, к сожалению. Так, Пингалу, Канберу, античность мы вышли, тут я ничего не получу, нигде не успею, тут обработку бронзы, все равно мы это никак не ускорим без варваров. Так, а здесь любой район, пантеон, что я могу? Вот это я никак не могу тоже ускорить, а здесь у нас кавалерия, заповедник. кстати, заповедник возможно Австралии неплохо зайдет. Ладно, давайте пока трудовую повинность. Мы приготовили для вас чудесный югпо, соя размягчает говядину и продает ей приятный вкус. С радостью приветствуем вашу цивилизацию. О, отлично, Трепхувану встретил. Два очка осталось. Нифига себе откуда? А как я ее встретил? Наверное, Этимск, да, но так далеко она уже прошла. И, блин, одну очку остается. Вавилон в игре есть, ребята, кстати. Блин, где мне еще одну очку взять? Что я могу сделать? За железо ничего не построю, за лошадей ничего не построю, то есть рез никакой не использую, да? Союзником ГГшки стать, но у меня послов ноль. То есть мне остается только надеяться, что я кого-нибудь так, давайте глянем. но два неизвестных есть. Так что возможно, возможно, кого-то из них мы встретим. следующим ходом обработаю янтарь, это будет счастье, блин, одну очку, вот это было бы классно сейчас все-таки выйти в золотой век. да-да, приветствуем все делегации, я пока к ним не отправляю делегатов, потому что денег нету на это дело. Ну давай, давайте кого-нибудь встретим, пожалуйста. Нет, похоже, похоже, что нет. Блин, тут вообще, да, хороший будет городок. я, все-таки в первую очередь сюда пойду ставить, чтобы хотя тут надо для того, чтобы лояльность на Мельбурн не сильно действовала один ход. Так, ну придется подождать все-таки не так много денег, чтобы их тратить. туда пойду. Блин, ну без золотого, одну очко до золотого века. А что я тут стою вообще? тут он строит висячие сады. Она. Блин. Ну и что? Встречу следующим ходом, да? С радостью приветствуем вашу делегацию. Эх, фак. Без одного очка нормальный век. А все остальные не быть золотой, как всегда. У компьютеров это бывает. Так, давайте посмотрим, что у нас с лояльностью. Да, в принципе, норм, пока держимся. А, получится ли у нас держаться в следующей серии? Посмотрим. Окей, спонсоры могут ее поискать прямо сейчас во вкладке сообщества. Еще раз спасибо вам за долголетнюю поддержку. Для всех остальных серия появится завтра. Играйте в умные игры и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Спасибо. Спасибо. . Спасибо. Спасибо. .